рад всех приветствовать на канале с микрофоном по жизни и пожалуй этот обзор нужно начать с распаковки из коробки нашего красавчика v47 не так давно мы с вами обозревали этот великолепный black hole та вторая его модификация посмотрите какая сложная до составная коробка у black hole а у этого безусловно безусловно произведение искусства микрофонного то здесь коробка незатейливая все очень просто в 47 на хранится микрофон похожий на фляжку не побоюсь этого слова вот так и уже просвечивается его мембрана до которой мы дойдем то есть здесь в отличие от этой составной коробочки все очень просто потому что микрофон не содержит смотрите не паука не каких-то еще дополнительных ключей все свое ношу с собой потому что вот друзья шарнир которая расслабляется таким образом и микрофон приводится в нужное положение на стойке вот подключение xlr и ты готов как и случае с black hole смотрите есть разрез на корпусе это для того чтобы низкие частоты не так сказать возбуждали корпус не ударяли с него а проходили сквозь ну и обратите внимание еще корпуса составной то есть вот эта часть она по задумке до наших смотрите да то есть она потихонечку колышется по задумке конструкторов это тот самый амортизатор потому что вы еще это услышите очень жестко вот в этом вот шарнире стоит микрофон и он очень жестко прикручивается к стойке и поэтому к сожалению ощущается да микрофон очень любит низкие частоты об этом еще послушаем с вами ну и зацените год его производства и его серийный номер то есть это уже без стеснения сказать ну коллекционный экземпляр друзья мои потому что они сейчас насколько я знаю не производится и с годами этот микрофон будет только дорожать и даже сейчас можно купить например в 67 а вот в 47 извините вот пожалуйста то есть это девятый год и номер его партии сделан в риге в латвии ну а теперь давайте подвесим этот микрофон и его хорошенько послушаем и сравним давайте например сравним с black hole а потом сравним с ленточным би ай вай 3 дай мне это день дай мне эту ночь дай мне хоть один шанс и ты поймешь я то что надо какой теплый звук какой фирменный звук какой дорогой сука звук и то что надо и то что надо все-таки фирменная фирменная черта в этом звуке есть несмотря на то что вы уже поняли что наш black hole это несколько яркий вздернутый микрофон ну примерно как тлм-103 мы уже с вами замеряли там даже чуть поспокойнее чем тлм-103 и даже басовите чем тлм-103 то этот парень просто король мягкого подушечного звука который можно сравнить разве что с ленточным микрофоном никаких намеков на то что будут очень сильные ски максимально открыты прикольный классный но винтажный звук и вот сейчас друзья мои давайте поговорим о той самой серии в винтаж у компании джей зи и у отцов-основателей как у людей немолодых конечно же есть доля уважения к старым легендарным классическим микрофонам и они решили не то чтобы воссоздать ну как golden age как вор аудио например там свои сорок седьмые шестьдесят и 87 нет они решили пойти по другому пути просто дать нам пользователям частичку этого звука дать понять примерно как бы звучала та или иная модель с таким легким знаете намеком конечно же не может в 47 звучать как ламповую винтажную сорок седьмой потому что здесь все абсолютно другое друзья мы и так в эту серию входит 47 67 12 и 11 если с 12 модели все понятно то вот 11 стоит как бы особнячком потому что эта модель такой общий взгляд на винтажность причем она использует 27 миллиметровый капсюль в то время как остальные 25 миллиметровые конечно же здесь и здесь и здесь фирменная технология golden drops золотые капли это когда женщина садится шутка когда женщина берет просто и золото разбрасывает не надевает на себя на пальцы сережки куда-нибудь еще кулончики а просто на мембранку для того чтобы звук был завинтажены ну и многие недоброжелатели говорят экономия золота все возможно тем не менее у этих парней сейчас абсолютно одинаковая подача децибел до усиление 34 децибела я накинул и в принципе все хорошо потому что они имеют чувствительность по 21 милливольту на паскаль это прикольно это здорово хотя не особо то они вот за что мне нравится и хватают комнату да то есть у него при его я имею ввиду тот же сорок седьмой взять в при его чувствительности в 21 милливольт на паскаль абсолютно тихие кстати микрофоны но они не берут вот фронт бог то есть у них кардиоида максимально направленная на вас теперь давайте похвалили микрофоны послушали сейчас еще другой подвесим к этому парню в пару а теперь немножечко в эту бочку меда внесем ложечку дегтя того самого смотрите сейчас я этот же пассаж переключусь правда для того чтобы открутить стойку на наш black hole смотрите этот же пассаж я спою дай мне это день дай мне эту ночь дай мне хоть один шанс и чтобы я не делал смотрите вот именно это жесткое крепление к стойке и играет злую шутку мембранка настолько жестко стоит несмотря на то что здесь есть как вы видите но уже близко видели скажем так разграничители но они не совсем справляются своей задачей снова переключаюсь на black hole потому что сейчас вы бы услышали очень большие низкочастотные составляющие вибрационные при работе с этим микрофоном когда он на стойке поэтому огромная просьба и поэтому сейчас я вам покажу маленький отрывочек из моей практики я просто взял дешевый китайский замы от bm 800 да 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 подвес и его этот микрофон каким-то чудом туда закрепил только так мы справлялись на записи с топотом ног потому что от топота копыт пыль по полю бежит вы знаете да то есть если вокалист будет топать то все это притопает прям нам на мембранку которая к слову очень прикольно выглядит на просвет сейчас вам также покажу ну что а теперь пора мне кажется этот микрофон сравнить с ленточником неожиданно да для того чтобы услышать общие черты чем похож чертовски крутой микрофон который мы с вами недавно смотрели биф 3 подвешиваем дай мне этот день дай мне эту ночь дай мне еще один шанс и ты поймёшь и ты поймёшь и ты поймёшь между микрофонами я специально пою и ты поймёшь звук очень мягкий звук очень мягкий когда я слышал биф 3 в первый раз я как раз таки первым делом вспомнил именно этот микрофон вспомнил я именно этот микрофон и сейчас вы удивитесь потому что настала пора откровений этим микрофоном сейчас владеет диктор хотя это абсолютно нять про дикторскую вещь но если у диктора есть сибилианты хорошо выраженные ему этот микрофон то что доктор фаина романовна катс прописала если я подключу сейчас еще мой любимый т-декор на режиме все вверх то есть это единичка low ну и пофиг сколько децибел усиления то этот ленточный микрофон на фоне абсолютно винтажного 47 v будет выглядеть просто ну скажем так современным ярким таким едким микрофоном и на самом деле это впечатляет даже сейчас кстати по усилению я не особо напрягаясь сюда накинул 36 децибел еще чуточку поднял а здесь всего лишь что-то около там 47 чтобы вы понимали да то есть биф 3 микрофон который имеет чувствительность 5 милливойт на паскаль здесь 21 милливойт на паскаль но оба микрофона абсолютно не берут комнату ну есть убив 3 свои особенности это все-таки восьмерка но сзади с тыльной стороны в основном он принимает басовую составляющую басовую составляющую спектра вы послушали давайте что-нибудь еще чтобы закрепить этот результат наш да нашу любимую песню которой я проверяю абсолютно все микрофоны замер троллейбус в троллейбусном парке перепутал механик провода по запарке выкрутив лампочки в 40 электросвечей люди ночами делают новых людей тут уже можно будет послушать и проанализировать кое-что вот эти микрофоны я хочу сравнить на спане на спан-анализаторе а пока я покажу как можно этот микрофон подсветить и раскрасить на примере на примере лонга да сейчас послушаем слонгом ну и попробую потом уже послушаем на женском голосе потому что в первую очередь этот микрофон очень здорово зайдет тем у кого а сибилянты и б нужно часто очень много писать женских голосов за работу мы включились в лонг друзья мои включен обрез низких частот вы слышите уже подготовленный звук и он здорово жмется ну как здорово на 4 децибел я больше не допускаю сжимания но тем не менее дорожку которую вы получите в лавке будет говорить сама за себя холодный ветер с дождем усилился стократно все говорит говорит об одном что нет пути обратно что ты не не мой ты не мой лапушок а я не твой андрейка и у любви у нашей села дайте мне белые крылья я утопаю в омуте через тернии провода в небо б только не мучиться тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домикам сколько бы я ни за не давал звук подготовленный белые крылья я и так далее вы слышите этот звук вы слышите вздернутую да безусловно вздернутую верхушечку и какой же крутой окрас дает этому микрофону который на самом деле в отличие от своего собрата ну скажем так прототипа до 47 это не лампа это минимум деталей и это очень ну в данном случае если 47 это микрофон который дает просто все все тебе в голосе то из этого микрофона можно лепить все что угодно посредством подключения например в лонг ну а теперь давайте анализировать все что мы тут поназаписывали и не только тут анализировать очень интересно и просто посмотрите в песне как биф себя ведет да то есть творение бурдукова и как отрабатывает джей-зи то есть он гляньте даже еще и темнее нежели биф но это не характерный микрофон я имею ввиду биф да это такая двух ленточная очень интересная вещичка которая стремится к кондеру да то есть к большому настоящему конденсатору микрофону то есть это не даже вот не типичная ленточка да то здесь мы видим что биф у нас очень басистый еще больше баса но это лента то есть и так джей-зи басистые микрофонную биф 3 еще басисте и поверху вот так это дикторский уже голос у них разошлось все то есть мы не видим этой верхушки но что делать нам когда верхушка нужна например да потому что многие сейчас например слушаю думаю что что же еще же так вот глухо до глухой микрофон конечно же для дикторского голоса например чтобы раскрасить его можно вот прибегнуть к тому что мы только что слышали вы слышите этот звук вы слышите вздернутую да безусловно вздернутой верхушечку и как он мы видим целый навал низа и мы слышим вот этот лонговский фирменный верх же крутой окрас дает этому микрофону который на самом то есть мы видели как мы слышим как он насыщается потому что на самом деле один из таких наверное для меня больших плюсов этого микрофона это то что он не крашеный не окрашены то есть он такой как на эти вот мой 23 например союз в омбрит но не раскрашены и это помогает ему например нормально отрабатывать на женских вокалах вот в апреле мы писали песню накануне майских праздников про пулеметчик который строчит за синий платочек смотрите как на девушках отрабатывает джейзи в 47 мы сохраняем собой нежные речи девичьи плечи помнит в страде боевую то есть вы слышите что он сохраняет все очень мягенькие делает эски и на ярких голосах не за не запирается скажем так да то есть темный микрофон и его исходники это как раф цифровая пленка да то есть цифровой негатив ты из него можешь делать все что хочешь сейчас покажу но заметьте если у человека есть ярко выраженные сибилианты вот в данном случае как у кати заветных платочка послушайте эски ее мы сохраняем собой мы явно слышим нежные речи девичьи плечи помним в страде боевой мы слышим у нее что у нее эсочки уходят туда восьмерка девятка десятка то есть у нее яркие взрывные эски и микрофон нормально себя чувствует отрабатывает хорошо то есть девчонышей писать одно удовольствие сейчас покажу что я делал на на голосе давайте посмотрим наш из-за моей физиономии что нужно делать если к вам попадает в руки темный микрофон вот лайфхак для тех у кого ворм аудио 47 джуниор например берете любой тилт эквалайзер смотрите да обычно у тилтованных эквалайзеров линия где-то просходит ну линия пересечения до zero crossing line да то есть нулевая точка где-то на герца давайте на одном килогерца давайте так и оставим то есть смотрите как будет сейчас светлеть вокал ажа и обещала синий сразу чик всего лишь два децибела там три пусть со мной нет сегодня любимой родной знаю с любовью ты к изголовью прячешь по если еще у вас мужской голос и нужно низ вообще прибрать вот этот плагин кстати очень интересный он не бесплатный synx flip и кью есть очень интересный хай пас но это лоук от фильтр и лоу пас то есть high cut фитр посмотрите как интересно не отрабатывать чем ближе к границе тем круче и здесь мы видим что ну это по-моему насколько сейчас вижу этот 12 децибел на октаву срез то мы срезаем на низком голосе мужском вот этим вот все великолепно и уже первым плагином у вас идет вот этот флип эквалайзер а далее можно класть компрессор после компрессора например откусить лишние эски а так или иначе здесь они будут но когда вы уже записали неяркий сигнал вам потом будет проще с ними работать то есть микрофон очень податливый и получая слышу я голос родной а если взять в миксе да сейчас посмотрим письма твои получая слышу я голос родной и между строчек синий платочек снова встает все у нас абсолютно готовый сигнал которому просто ну если например дальше обработку эту рассматривать например на катю вот здесь уже в к ней в линейке я бы добавил например диэссор да то есть чтобы ее с очки еще подавить дотянуть до общего потом бы всех девчонышей закинул бы в общую шину такой микс бас войсовый сделал и далее уже там отправить по делаем по ревербератором и все закомпрессировать на шине на мастер шине и у нас готовый микс подводя итог до под общего взором 47 мне безумно понравился есть один недостаток это вот тот беручий корпус до который непосредственно очень любит хватать стоечные разные удары но это единственный минус который можно к нему предъявить во всем остальном это микрофон очень вот с точки зрения с ним работы очень удобный очень крутой ты просто берешь его и делаешь да то есть не думая что я потом буду делать с этим результатом вот повесили тилт эквалайзер любой можно даже самый простейший бесплатный у вас уже на первом этапе вы его подтягиваете до уровня обычного микрофона он очень податливый это его самый большой плюс он на самом деле несмотря на то что заявлено да там по-моему около двадцати милливольт на паскаль но у него гораздо тише его чувствительность то есть этот микрофон вы сейчас слышали как девушки пели в зале ну это хорошая тонкомната и практически нету дочек снова встает предо мной мы не слышим комнаты да то есть он не берет отражение он не такой чувствительности там нет такой чувствительностью как в тех же нойманных то есть для меня это тоже еще один плюс микрофоне и если вам попадется только микрофон на на вторичном рынке хотя я видел сейчас что возобновили эту серию уже двадцать первого года видела в сети фотографии gz-47 он есть то есть если его вот как была летняя акция продавали не его за пол цены то есть там за 500 600 долларов это микрофон довольно таки неплохой за свои деньги поэтому я еще раз поздравляю своего друга на что кирилла диктора этот микрофон сейчас он его юзает и он я думаю что кайфует друзья мои так что я еще один довод в пользу темного микрофона вам привел надеюсь у нас тут с вами как говорится на будущее уже разногласий не будет темный микрофон и это не зло это очень даже круто ну что ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы до спорта вы не сделали у нас много чего вкусного и сейчас я нахожусь уже на можно сказать на годичном отдыхе много будет полезных именно прикладных видосиков увидимся услышимся с вами был ваш александр спирит пока